Уважаемые друзья, сейчас мы заканчиваем эфир и просто для того, чтобы завершить его логически, мы с Нелли еще раз выйдем в эфир, чтобы сказать вам напутствующие слова благодарности за то, что вы, за то, что мы были сегодня сами с собой, пообщались на такую очень классную тему. Так. Так, Нелли, прощаемся с нашими дорогими сами собой. Я вышла, чтобы попрощаться, я тут как драко всем говорю. А, ну да, пусть, кстати, нас смотрело достаточно, я не помню, там сколько, человек 200, наверное, было в пике. Ну хорошо, сейчас до 1000 дойдет. Дойдет, думаешь? Это будет супер. Ну, у нас в эфирах обычно 1000 смотрят, ну и потом там полторы еще доходят, знаешь. Круто. Ну, так как люди все с моего аккаунта смотрят все мои сторисы и всегда ничего не пропускают, они все равно придут досмотрят. Ну, скука нет, говорят. Как нас слышно, а то мы сейчас будем словами говорить. Словами? Не мы, не словами. Да, давай третий эфир. Не, ребят, наверное, сегодня уже все, если хотите, если, наверное, пожелает, как-нибудь пообщаемся еще раз. Ты как, не против вообще? Да нет, классно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, что ты там за диджеешь? Блин, слушай, я диджею на мероприятиях, которые в 19-м году были, сейчас их меньше, но, можно сказать, вообще их нету. Ну, коронавирус и такое, да, это причина или что-то еще? Ну, это, конечно, да, основная причина, то есть мероприятия активно с февраля месяца стали отменяться, вот, я думал, может быть, я поиграю где-то в баре, в ресторане, вот, стал договариваться, администраторы говорят, что все, с 28-го уже не можем. Ну, я вспомнила тебя, я сделала тебе аудит-сайт, и тебе он не понравился, да. А, так это было еще БМ еще, когда история, там, лендинги, я делал всякие такие. Нет, ну, как БМ, я уже тогда кофе купила на полку. Аккуратнее. Что ты делала, что, на клавиатуру пролила, что ли, котика? Нет, ну, у меня вся стена и ковер, который только что постирала голубой, на него кофе выделили, и на всю стену, на обои. Ну, короче, был полный стакан. Блин, а какой рисунок там остался? Ну, кофе, какой рисунок нарисовала кофе? У меня алкогольная стенка, ну, сейчас все стечет, она тут вот стекает, туда вниз, все нормально. Ну, кофе отстирается, я думаю. Слушай, напомни, я что-то не помню, какой сайт ты про меня... Я не помню, просто тебе он не понравился, я сделала себе такой аудит, а ты сказала, я так все знаю, я дала очень много рекомендаций, что нужно на сайте поменять, чтобы продвижение рекламы было, ну, такое, более... Серьезно? Да, а ты такой, блин, я и так это все знал, я говорю, так если ты это знал, что ж ты это не внедрил еще? Подожди, а ты мне как, словесно говорила или писала где-то? У меня отчет, все, как козерог любит. Серьезно? Да. Я что-то не помню такого, но я посмотрю, где, ну, в переписке я не видел такого. Слушай, ну, мы все, как бы, разные на определенном этапе времени, может быть, я тогда думал, что я бы крутой, настолько, что все знаю, помогу и... Вот. Да ладно, это я просто тоже все знать не буду. Зачем кофе вылила? Я спрашиваю, зачем ты кофе? Почему ты разрешила себе пролить кофе в этот момент? Давай об этом пообщаемся. Так я же уже дала ответ, потому что это уже моя седьмая или восьмая кружка за день, но, как обычно, я не люблю кушать. Я практически не ем, не завтракаю, вечером у меня бывает завтрак. А, вру, я делала сейчас перед нашим прямым эфиром, за полчаса нажарила полную сковородку этих отбивных куриных для мужа. Одну съела, точно, был завтрак. Ну, а так, просто хорей не пить кофе. Ясно. Ну, так вот, слушай, я, короче, сейчас, так как я не могу давать, ну, эмоции и как-то готовиться к мероприятиям, как я обычно к ним готовлюсь всегда, то у меня вскрылось вот это вот через прямые эфиры. То есть я, глубоко погружаясь в человека, с кем собираюсь его вести, понимаешь, я в тебя сегодня погружался. Вот. И чтобы преподнести это очень так, ну, хорошо, вкусно, чтобы было всем интересно, я это, ну, преподношу по-своему. Вот. И в этом я нашел как бы... Прикольно, слушай, идея. Проводить, приглашать разных гостей, людей, проводить вот эти кирпы. Да. Ну, а я думаю, у тебя еще какой-то канал на радио есть. Не, у меня ничего нету, у меня такое... Это вот единственное, у меня началось это все с апреля месяца. Апрель, да? С апреля. Спрашивать, что там за чудище было в детстве. Что, рассказать, да? Это про меня? Мне говорят? Ну, про фантом, который ты увидел, и которых я видела. А, ну, хочешь, расскажи. Я просто не знаю, что это было на самом деле. Причем, ты знаешь, ну, это явно не сон. Это не сон? Не-не-не, вообще нет. Рассказывать? Ну, давай. Люди, вы готовы? Тут все предвкушения. Тема сущности, то есть сущие, да? Это не что-то там плохое или хорошее, это просто сущие. Смотрите, в нашем внешнем материальном мире, голографическом, проявленном вовне, это же тоже иллюзия. Мы видим, как материю, которую можно потрогать, пощупать там и так далее. Нам кажется, что это есть, но все это мы испытываем чувствами внутри себя. Ну, то есть звуков нет вовне, они в голове, запахи в голове. Это уже давно и Фрейд, и Юнг написал, оказывается, а я только сейчас увидела. Офигеть. Все это давно доказано, что внешнего, ну, ничего нет, оно внутри. Есть другой мир, мир сна, который точно такой же, реальный, как и вот этот, и он ничем не отличается от вот этого мира. Только этот мир ограничен нашими определенными шаблонами сознания, да, во сне мы не ограничены этими шаблонами сознания, но это два мира, которые реально одинаковы. А есть еще тонкие планы того мира, который мы отрицаем. Вот смотрите, есть нейронные связи, салитоны, по которым бегает электричество. Ну, нейронные связи, это наше убеждение о каком-то чувстве, слове, обозначении, то есть увидели, обозначили, мы же боги, мы увидели, обозначили, осознали, там назвали. Есть какое-то убеждение о чем-то, например, вот эта зеленая ручка фломастера. Вот у меня есть определенный, там целый букет чувств, убеждений и образов, ну, что это такое. Оно зеленого цвета, оно вот такого, такой плотности, оно может там что-то воспроизводить. У меня есть определенное мнение на вот эту вещь. Правильно? Ну, как бы нормально, да, объясняю? Вообще классно. Поддерживать сознание вот эту вещь, поддерживает мыслеформу в голове, ну, нейронная связь об этой вещи. Салитон, по которому бегает, естественно, электричество. Ну, на поддержание этой нейронной связи, этого убеждения, нужно электричество. Электричество вот это, вот это наше внимание. И вот этот салитон, он живет в нашей голове, воспроизводя определенные чувства, которые мы видим в проявленной материальной форме. На самом деле, это просто понятие, которое живет в нашей голове. Вовне оно проецируется в ручку. Понятно, да? У нас есть вещи, которые мы отрицаем и которые принимаем. Вот это мы принимаем, вот это мы принимаем. А есть то, что мы подавляем и отрицаем. И вот эти вот салитоны, нейронные связи, отрицание, да? То, что мы принимаем, оно в проекции вовне есть, мы создаем, да? А то, чего нету, то, что мы считаем, этого нету, но оно же есть. Мы уже имеем в виду чего-то, чего нет, но мы уже его обозначили, оно же уже есть. Но мы его не проявляем здесь. Оно проявляется в параллельном мире, которое мы не наблюдаем, но оно есть. Салитон хочет жить, то есть электричество, чтобы бегало, нужно, блин, поддерживать этот салитон, чтобы нейронная связь не рассыпалась. На поддержание его этот салитон будет постоянно требовать внимания, чтобы его подпитывали своим вниманием, и он не разрушался, он жил. То есть вот эта нейронная связь начинает жить своей собственной жизнью, да, и подкидывает нам постоянно определенные чувства об этом, о себе, чтобы мы это проектировали вовне. Но мы-то это отрицаем. О чем говорит Сергей Талматов про сущности? Это и есть. Ну, отрицаемая программа, шаблон, отрицаемое сущее, то, что мы отрицаем, и оно как бы нами, типа, питается. Ну, оно хочет жить и поддерживать себя. И типа он там куда-то их разгоняет. Ну, естественно, блин, дальше уже первая его часть, ну, как бы идеально там построена, рассказана про салитон, и вот это вот все. Ну, блядь, вторая часть, куда он это девает, как он с этим борется, ну, как бы у него там что-то недоработанное. Ну, как мы можем взять свою нейронную связь, которую мы отрицаем, еще послать в источник Сергея Талматова. Блядь, ну, пиздец. Ну, ладно. Я вам строгую пили. Эти сущности, они существуют как уже материализованные. То есть дело в том, что любое наше чувство, оно в уплотненной форме уплотняется вовне. Поэтому наше отрицаемое чувство, которое мы подарили в себе и отрицаем, оно же тоже, блядь, проявляется вовне, но не может оно не проявляться. Ну, не может оно проявляться. Весь внешний мир — это проявление наших чувств в уплотненной форме. Понимаешь, да? То есть под наблюдением оно уплотняется. Воздух — это более такая разуплотненная форма. Ничего — это более такая разуплотненная форма. А это более такая разуплотненная форма. Но оно всё состоит из одного. Ну, я так более-менее понял. Фокус-то, внимание на том, чего нет. Нет, нет, нет. Это мы подавили. Я не злой, я хороший, я правильный. Я правильный, я умный. Но я не дебил. Я нет, я не дебил. Но вот эта вот мыслеформа, а в нас есть всё. Оно проявлено. Но мы её не видим здесь. Оно есть на тонком материальном плане. Но это не изгоняет когда-то принимать. Нужно вот эти чувства просто так же, как и дуальные программы. Слово такое-такое, на самом деле. Мы не слова схлопываем, а чувства. То есть две дуальности. Чувствую, что это что-то хорошее или чувствую, что это плохое. А плохое и хорошее, это одно и то же. Две стороны одной медали, одного чувства. Мы одно чувство в проявленном мире, ну, как бы, типа, видим, а второе хотим подавить, не видеть, отрицаемое. Но оно всё равно. Так вот, вот этот фантом, это же та самая твоя непринятая часть, отрицаемое тобой. Но дети не видят вот это, у них нет шаблонов. У детей, и у таких, как Сергей Талматов и его окружение, у них нет уже критической массы таких шаблонов, что они, типа, это не могут видеть. Ну, и как бы у детей нет такого шаблона, что почему я вижу сон, одну реальность, вижу не сон, другую реальность, да. А почему я не могу видеть тонкий материальный план? Ну, как бы, они его видят. Понятно. Надо с этими сущностями бороться, изгонять, куда-то их там отдавать, что-то с ними там делать, договариваться с ними. А ещё мне недавно тут втирали позавчера, что, блин, нами управляет мир духов миллиарды. Ну, да, это и есть все наши проявленные, отрицаемые формы, которые проявлены как духи. Но это наше внутреннее чувство, которое проявилось, но мы его не принимаем. И во внешний мир не пускаем, ну, материально, но не пускаем. Поэтому эта форма бестелесная, но она есть, она существует, да, и она будет нам игдаться, она будет нас раздражать, чтобы мы её заметили, наконец-то приняли, осознали. Блин, она не хочет там жить, наверное. Я не знаю, я не спрашивала, конечно, ни одну сущность. Хочет она там жить, где она там живёт. Но это часть нас. И мы будем сейчас расширяться, наше тело, не только до всего мира, сейчас до всех параллельных миров расширимся. И до инопланетных всяких там существ. Вообще, очень круто. Короче, мы сейчас живём в офигенное время, трансформационное время. Когда мозг себя не знает, он скоро в космосе вообще выйдет. Передутаться просто мысленно. Прикольно. Так же сидишь, как я там. Ну я в зеркало смотрю просто. Слушай, у нас с тобой есть два варианта событий развития. Первое. Это сейчас продолжить эфир, но я думаю, что это уже будет перебор. Либо встретиться второй раз. Ты как? А что значит встретиться второй раз? А почему сейчас? Не, мы можем продолжить сейчас встречу. Не, мы можем чуть-чуть продолжить. Давай. Ну, пять, десять, и всё, и пойдём. Давай. Просто понятия, понятия времени нету. Понятия времени нету. Что? Я просто чувствую, что сейчас примерно минут через десять, пятнадцать придёт мой муж. Я не знаю, когда он придёт, во сколько он придёт. Я просто чувствую, что он придёт скоро и выгонит меня отсюда. Давай, замерим. Он уже у меня в полосы. Ага, сам? Сам. Тебе. Не, он у меня этот, стилист. А, стилист? Прикольно, кстати. Я тут это. Короче, давно не стригся уже. А ты же с Новороссийска или Краснодара или откуда-то оттуда? Что? Ты с Новороссийска, с Краснодара или откуда-то оттуда? Вообще ниоткуда, ниоттуда. А ты в Москве? Ну, я в Москве, да, я в Москве. А, ну тогда всё, хорошо. Ты знаешь, что такое десант? Нет. Да, блин, это самая лучшая, крутая сеть, вообще, самая дорогущая, какая только, может быть, самая крутая. Я просто, кроме своего барбера, Николай, я как-то выбрал. Вот у меня муж там очень долго работал, а сейчас на себя работает. Короче, он звенда. Так что, прощаюсь. Всё, тогда договорились. Мы время засекли, 10 минут, по твоему мироощущению должен прийти, а прошло 2 минуты только. Вот, давай на самый интересный вопрос ответим. Давай. Который ты задашь сама себе. Какой ты хочешь спросить у себя вопрос и тут же ответить на него? Я так не могу. Не можешь. Так, давай тогда я выберу отсюда какой-нибудь вопрос интересный такой. Сейчас была минутка рекламы, кстати. Вот, так что, кому ещё нужен мой муж со скотками? Реклама? Ладно, не буду рассказывать. Хотел рассказать, но это не так интересно. Расскажи, что мне уже рассказать. Да. Короче, еду я в метро позавчера. Садится напротив парень, но мы в масках, я в маске, а он в маске. вот, и я смотрю, вроде знакомое лицо, я говорю, о, Антох, ты что ли? Он такой раз на меня смотрит, говорит, да. А я замечаю, у него, короче, маленький такой чемоданчик, кейс, алюминиевый. Вот, это самое. Я говорю, а ты что, прям ездишь, так стрижёшь, что ли? Он ездит, короче, ну и стрижёт всех на выезде. Он говорит, да, говорит, говорит, заказов моря, конкуренции ноль. Я говорю, слушай, а ты не боишься? Он говорит, у меня иммунитет. И тут я вспоминаю, что общие знакомые нам сказали, слушай, ты про Антоху слышал, там, это он, это, ВИЧ-инфицированный. Ну вот, рассказал. Офигеть, у него иммунитет. Прикинь. Вот, я изменил имя специально, чтобы никто не узнал, кто это. Офигеть. В общем, представляешь, вот и как знать, что лучше вообще? Ну как знать? Я тебе хочу сказать, что ни один человек, ни один человек, извне, никогда, ничем не заражался в мире. Ну это уже банально понять после третьего эфира, когда я говорю, что музыки нету вовне, когда запахов нету вовне, когда в мире ничего нету. Ну это на самом деле, да, восприятие по-другому. подтвердить нашу материальную действительность здесь и сейчас, как просто воспоминания, чтобы уму было понятно, почему в этой точке здесь, сейчас вот именно вот так. Ну только для того, чтобы подтвердить. Ну нам нужны эти факты. Ну прошлого нету. И болезней никаких нету. Болезнь — это здоровье. Потому что, когда человек болеет, организм выполняет полностью свою функцию, своими чувствами рассказывает, что сейчас в башке происходит. Ну то есть, этот организм с нами разговаривает. Здоровый человек — это больной человек, когда тело с ним не разговаривает. И он не знает, почему он умирает так быстро. То есть, одна из причин, одна из причин на то, что вылазит болезнь, это дать почувствовать нам вообще себя, в принципе, здесь и сейчас. Как бы тоже, да, наверное? Да. Но человек, который никогда не болел, он даже не узнает, почему он 80 лет помен или 100. Но не узнает. Угу. Болезни — это просто сигналы тела в каком месте обратить на себя внимание. Наш каждый орган, блин, расскажет о нас, просто, какое наше мышление просто нас убивает. Вот так вот очень быстро расскажет. Для примера, даже последний мой пост почитайте про гепатит. Хотя я про болячки на своем канале там столько этих постов уже написала, уже не знаю, уже сколько можно одно и то же. И про рак у меня есть видео, как хапнуть, рак. Ну вот за один день вот захапнуть рак у знакомых, у людей, у себя сложнее, потому что, блин, у себя всегда все сложно. В себя там идти не хотим, но за других мы все знаем. Ну, очень классно мы все за других знаем. За себя ни хрена, но за других точно знаем. Ну, потому что в зеркале виднее. Я свои глаза не знаю, какого цвета, в зеркало подойду, вижу, они карены. Понятно, да, почему я говорю? Поэтому мы вовне там все знаем. И очень легко излечить болезни родных. И гепатит, и рак, и спид. Со спидом два человека хакнулись. У меня, больше, никого не приходит. Не знаю, не помню. но это все, если человек готов, конечно, человек же сам себе эту болячку надумал и придумал, но сам себе ее создал. Но ему нужен этот опыт. Нельзя их лечить просто. Просто лечить. То есть, все врачи сейчас занимаются не тем вообще? Получается, так? Да. По сути, да. Вся наша система не так сделала. Но, с другой стороны, все так. Оно всего лишь отражение нашего сознания. Наше сознание сейчас такое. и оно нам как бы показывает. Но, как только ты сам начинаешь внутри переобуваться, ты видишь, что ваши врачи начинают переобуваться тоже. И уже по-другому начинают даже работать. То же самое касается всяких там. Что ты у себя в сознании поменяла, что у тебя во вне нос через меня поменялся. Я вообще охренела. Думаю, ни хрена. Я все врача там сдала. Да он, блин, шарит, что вне только следствия. Когда ты мозг хакнул, почему я, блин, не хочу дышать. Дышать это, ну, вдох, выдох, принятие, отдавание по жизни. Да, я все, как в жизни принимаю, не отдаю, делюсь, принимаю, расширяюсь. То есть, это мое дыхание. Как я коплю свое дыхание, пытаюсь вдох задержать от жадности, и чтобы побольше, побольше было. Но не могу выдохнуть, как я в жизни живу. Ну, то есть, дыхание нам показывает, блин, как мы по жизни живем. И когда я с этим начала разбираться, я очень долго из детства не могла попасть к врачу. Но постоянно, каждый раз, когда я еду к врачу, задним числом я вспоминаю, просто складываются у меня такие воспоминания, я никогда не могла попасть. А если попадало, что-то случалось, мне не могли сделать эту операцию. Блин, ну, постоянно какая-то херня. То денег нету, то времени нету, то работ не отпустили, то врач не понравился, то там что-то не то, то там на карантин закрыли, то там вообще, блин, все время какая-то фигня. А здесь я случайно просто, случайно ехала на Порше, оказалась на... Случайно ехала на Порше. Меня положили, сняли анализы, через полтора дня прооперировали, я такая, что это будет вообще? Ну, вот это уже как следствие так проявилось в материальном плане, новая операция. При карантине, когда все закрыто, мне самую дорогую, крутую клинику Москвы. И я была одна и две месяца сутки там. И доктор оказался одним из знаменитых профессоров, который еще в 93-м году написал диссертацию по этим носам из пластической хирургии, которую там у него приняли, обучались пластической хирургии. Вообще херела. У меня так реально сложилось, что это самое наилучшее вообще, что могло со мной случиться случайно. Офигеть просто. Слушай, закон стендап, жанр стендап. Если у человека что-то странное во внешности, он обычно это сразу озвучивает, это снимает барьер напряжения между им и зрителей. Я у тебя не спросил это вначале, но сейчас я тебе задаю этот вопрос, хотя я уже знаю ответ. А что с носом? Так я же рассказывала только что в 20 минут. тут просто спросили, а что с носом? Вот только сейчас человек зашел. Да ладно, так я и говорю, вот только что рассказывала, что я проработала свое дыхание и случайно меня прооперировали, случайно мимо проходило просто, и меня прооперировали, я не успела пикнуть, взяли анализы, тут же положили на стол и все сделали. Ну вот, все. Поняли, да? Я не дышала носом с детства. У меня носовая перегородка была искривлена, но узкие эти проходы я не дышала, я ложила вот так голову на бок ночью, там вечером, и все, у меня закрывало дыхание полностью, а днем еще, ну, с проблемкой могла подышать, но могла. А тут мне хакнули нос, просто потому что я хакнула свое сознание, и оно случайно вот в потоке, понимаете, в потоке. Если бы я специально что-то пыталась внешне сделать с носом, ну, специально, как я это раньше, но мне не удавалось, то я бы просто боролась с материальной действительностью, пыталась бы это внешне, внешним бы это решить, а внутренне это в башке бы не решалось, у меня бы все равно какая-то была бы херня. Ну, то есть, внешне это следствие внутреннего. Если я пытаюсь внешне решить проблему, я ее могу решить, но ненадолго. Ну, как бы она эту проблему усугубится, вернется и будет дальше хакать у меня, пока я свой мозг не хакаю. Ну, не пойму причину, да, что в башке это создает. Почему у меня в башке материально действительно создается вот такая вот. а здесь я сначала в голову хакнула и во вне нечаянно способом якобы, ну, блин, случайным. Так все начало случаться, ты в потоке, ничего не сопротивляешься, специально ничего не делаешь, ты просто просыпаешься и хереваешься, потому что тебе сделали операцию. Просто. ну, круто. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мы специально вовне не должны бороться, борьба порождает борьбу и что-то делать, ничего специального. Мы в потоке, когда идем по импульсу живем, там познакомились, там прилетели деньги, там мы не их специально зарабатывали. Так сложилось. Задний чужой, так сложилось. Слушай, а вот вопрос такой, мне должны заплатить деньги, но не платят. Это я сама себе не даю. Да, я обожаю, когда пишут вопросы, вы заранее вам всем говорю, знак вопроса в конце убирайте, потому что ваши утверждения, ну, как бы полностью, я вообще обожаю вопросы, в которых есть сразу ответ. Прикольно, кстати, да, прикольно. Сразу в ваших вопросах ставьте восписательный знак, потому что это ответ вам, конечно. Классно. Нос, ты дышит у тебя сейчас нормально, всё теперь? Ну, дышит через раз, утром просыпаюсь, так как после операции мне там всё ломали внутри, у меня там хрящи, нос тоже поломан не раз, срастились костями, и сейчас у меня там кровь, ну, постоянно, ну, кровоточит, заживает ранки, поэтому у меня вот эти кровяные тромбы, поэтому я полоская нос там несколько раз в день делаю там тамконы с мазями всякими, маслами, поэтому периодически он не дышит, мне сейчас нужно, чтобы реабилитация прошла определенное время. Скажи, пожалуйста, а ты перед сном, когда ложишься спать, ты определенные запросы делаешь для того, чтобы тебе какие-то вот сознания и сайты приходили, вот, которые ты записываешь, говоришь потом, когда встаешь? Когда делаю, когда забываю, иногда я делаю рефлексию просто перед сном, принимаю все, что сзади не приняла, то есть вспоминаю, блин, принимаю, что я сама себе наступила на consequences в автобусе, а мне наступили, я такая, ай, вот козел, а потом вечером вспомнила, блин, ну никому же нет, причины-то во мне, я сама на себя наступила для того, чтобы просто вернуть себя здесь сейчас, а все принимаю, ну такая, проговорила, вспомнила, осознала, Либо такую штуку делает Рефлексия Вспомнить за день и принять то, что там не принял Причина типа не во мне Ну, на кого-то там наорал Или там подумал, вот он козёл И забыл, что Это же моё отражение Принять в себе козлиху, не забыть Либо я делаю запрос Расширить своё создание Осознать какой-то вопрос На который мне интересно получить ответ Для этого не надо Не как специально себя спрашивать Мантры читать Мне интересно, как мне во сне Сейчас придёт ответ на мой вопрос Задаю себе Иногда просто ложусь спать Слушай, а у тебя какие домашние животные дома есть? Всегда были котики, но сейчас нету Мне пришлось расстаться с моим котом Когда я улетела Жить за границу Вот ещё тогда, помнишь, что я в Яндекс И всё, и с тех пор У меня в России не было почти Ну, вообще Долгое время Несколько лет Ну вот сейчас подготовил кота заводить Муж против Он говорит, давай доведём большую собаку А у нас однокомнатная квартира Я говорю, блядь, какая большая собака Я ещё собаку ненавижу Вот Я думаю, блин, часть меня какая-то собачья Признанная Вот, но хочу котика Короче, мы консенсус не можем найти пока Котиков хочешь Понятно Котиков, ну Котиков хочешь, значит, муж тоже его должен Ну, в смысле, хочет Ну да, может быть Может быть Слушай, а вопрос такой Вот Хочешь ты котика А он, например, не хочет котика Вот Чьё желание должно быть сильнее Чтобы котик всё-таки появился Или не появился Вот как вот здесь вот Когда в одном и том же пространстве Такая противоположность Таких этих намерений Я поняла Я скажу Хомяк, новая третья Елена, я вчера мужу предложила Давай твой возьмём хомяка И муж такой Меня не услышал Не услышал И тоже подходит и говорит Нелли, давай возьмём хомяка У нас там комбо такой будет Вот Но потом мы решили, что хомяк всё-таки Это неинтересно Потом мы подумали про Сеншилу Он как предлагает У Ольги Вот Хочу Но я осознала, что на самом деле Муж в ней трон Мужа нет Какое его желание Какие собаки вообще О чём Мужа нет В моём мире только я Моё отражение Я себе в зеркало говорю Не надо котика Ну не надо Поэтому я пока в наблюдении И наблюдаю Как оно сейчас всё сложится Что я чувствую, когда у меня нет котика На самом деле мне хорошо, когда котика нет Когда будет котик У меня, блин, я знаю Уже шаблонов куча Котик Козлида такая, блин Мне везде ссал Он меня бесил Он нападал Все люди, которые в гости ко мне приходили И не люди тоже Он всем в тапки В сумки писал Забирался в карманы Там А кто к тебе в гости ещё приходил? Ты говоришь Не люди Тоже Да я просто сказала Все люди, которые ко мне приходили Можно было просто сказать Все, кто ко мне приходили Зачем я обозначил Ну и не захотел Я просто вставляю зарядку У меня, прикинь, сейчас Показал телефон Что батарея скоро закончится уже А у меня тоже зарядка скоро закончится Прикольно Нель У тебя был когда-нибудь Трёхчасовой эфир В твоей жизни? Ну обычно С 7, 8 И даже 9 часов есть А в прямых эфирах Я часто сразу 3-4 вместе провожу Прикольно У меня такое В первые Вот У меня, кстати, были мысли Сделать Прям Марафон Такой 24 часа С разными людьми Прям вот подряд По часу А Хотел спросить А кушать Потом думаю Я не ем Ладно В туалет Можно сходить А зачем? Ну Не знаю Интересно Самому Испытать Что получится Ну я хочу сказать Что После Наверное 5-го часа Ты очень сильно Сливаешься И потом Можешь заболеть А если Я не допускаю Такую мысль В себе Ну да Я знаю Как это будет Я Согласна Я видишь Я сразу Включила Свою Я знаю Слушай Я не думал Такого Что Оказывается Я прикольная Сейчас А до этого Что было? До этого Мы с тобой Не общались Так То что я Тоже была В Черногории А Слушай А я знаешь как У меня короче так После очередного эфира Я такой думаю Ну вот Кого бы позвать Вот Что самому Мне интересно Вообще Вот с кем Интересно Пообщаться Вот И Вот так вот Раз Я ложусь Когда засыпаю У меня люди Так вот Ну мелькают Из социальных сетей С кем я общаюсь Так вот Вот И У меня фоном С тобой пообщаться Было уже давно Ну Мой самый первый Эфир Был с Нелли Землянской Как она только Приехала в Россию Я у нее самый первый Ну я у нее взял интервью Потом уже там Начались прямые эфиры С ней Вот А я такой думаю Нелли 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 думаю Сразу Две Нелли Думаю Как-то будет не очень Что-то Вот почему-то вот так вот А потом Между Прошло еще пять человек И такой думаю Вот наверное уже Ну Уже нормально Будет Сейчас Ну не знаю Интересно Во-первых То что Ты занималась Яндекс.Директом То есть Это как бы Такая область Одна Потом резко поменяла Вообще в своей жизни Все Катин Я была крутой Но ты была Да Ты была крутая Те же называли Королевой Яндекс.Директа Вот Потом То что я увидел В одном из видео Когда ты выбрасываешь Золотое украшение Я их удалила Даже с ютуб канала Вот Я очень хотел найти Но я не нашел Эти видео Вот Это тоже для меня Такой был Ну сподвиг Такой небольшой Какой-то шоковой Такой терапии Думаю Я наверное Я догадываюсь Что там Под этим видео Наверное были Типа комментарии Типа Где ты живешь В каком районе Ты живешь Я хочу приехать Посмотреть Где что Вот А потом Когда Сначала я побывал На лекции У Сергея А потом В социальных сетях Увидел Что ты уже Общаешься с ним Непосредственно Я думаю Блин Круто Ну и все И как-то Вот так вот Раз так думаю Надо обязательно Пообщаться Потом я ездил В Волгоградскую область Я сам оттуда Общался с человеком Который сейчас смотрит Этот эфир Женя привет Вот И мы с ним Общались Насчет Квантовой физики И я такой думаю Слушай Вот тебе бы Попасть бы К Сергею Далматову Бы Пообщаться с ним Вот А потом Такой Думаю О Так В принципе Вот Человек Который Который Немножко оттуда Зачерпнул И сейчас уже Вот Ну и все И Сделать тебе Такое Предложение От которого Ты Не отказалась Да я вообще Знаешь Вот с этого года До этого же Я всегда отказывалась Если ты мне Предложил В то время Когда предложил Землянское И ты был послан Далеко и надолго Классно Да Я с этого года Решила Приняла Такое решение Что Какого хрена Ну Какого Я Так себя Веду А не Говорит ли мне Всегда Да И выходить Со всеми В эфир И вот Расширять Своё создание И познавать Себя Через всех Везде Вовсюду Потому что Просто интересно До этого Мне было Неинтересно Общаться Ни с кем Я настолько Женат Себя Вот С этими Трансформациями Блин Я очень Сильно После Сергея Долматова Закрылась Ну просто Вот прям Вообще Мне показалось Что я В коробку Залезла И очень долго Не хотела Оттуда выходить Но потом Слава Богу Распаковалась И поняла То что Блин Какой Прекрасный Мир Надо Настолько Шаблонно Какое-то Время Я себя Вела Потому что Когда я Обучилась Там на Преподавателя Ну шаг Лево Шаг Вправо Расстрел Там же Надо вот Именно Вот так А никак По-другому И даже Крыслить Тебе По-другому Запрещалось Ну как Ну как Запрещалось Не то Что Там тебе Говорят Там Все Запрещено По-другому Не думай Ну что Я тебе Сгущить Хоть какую-то Мысль Там Тебя Сразу Сажу Да ты Что Да Ну ты Преподаватель Университета И все Есть только Мое мнение И только Мое Либо Марианна Лена И Сергей Есть только Наши мнения И только Наши Все остальное Это все Не так Все остальные Мнения Это вот Неправильные Мнения Вот есть Только наши И все Ну как бы Вот так Очень жестко И я вот Настолько Была Зашорена Ну в этой Матрице Да Они очень много Дали Очень много Дали Так Круто Много Дали Так же Круто Делом Мне дал И Кто Еще раз Не услышал Делом Синельников Я Юнга Читала И Фрейда Читала Юнга Меньше Фрейда Больше Мне Все Заходит Ну В разный В разный Момент Времени Ну Что-то Заходит Потом Возвращаешься И вот Сергей Я говорила В прошлом эфире Я поняла То что Все На что Я смотрела Оно Все Крутое Все Классное Но Если Смотреть Из позиции Не внешнего А внутреннего Сейчас Читаю Курочку Рябу Там Просто Описание Квантовой Физики Всей Читая Любую Книжку Смотришь Любой Фильм Там Фильмы С будущего Три Раза Смотрела Ну То есть Смотрела Фильм Который Еще Не Вышел А он В будущем Выходил Потом И Оно Все Об Одном Ну Вот Реально Все Об Одном Но Когда Ты Уже Хакнул Моз Понимаешь С какой Точке Зрения На Это Все Смотреть То Что Бо Я Не Читала Что Бо Я Не Видела Что Бо Я Не Слышала Ну Все Это Уже Есть Все Это Понятно И Даже В сборнике Анекдотов Вся Квантовая Физика Рассказывает Вот И Вот Это Понятие Мне Очень Понравилось Но Шаблонность Вот Эта Вот Исцелить Трансформируй Слов Не Дуальности Исцели Сущности Вот Это Одно И Тоже За год У меня Просто Мозг Взорвало И Я Оттуда Забежала Я Не Смогла Так Вот Что Там Не Так А Я Еще Думал Что Там Не Так Думаю Вроде Все Клево Думаю А Там Вон Что Жесткая Дисциплина Очень Клево Все Но Сейчас Все По Другому Опять Я Ушла Оттуда Давно Это Уже Год Полтора Полтора Два Уже Точно Прошло Когда Я Оттуда Ушла Поэтому За Это Время Наверное Много Поменялось На Тот Момент Когда Я С Нем Была Год Это Было Очень Концентрированное Пространство В котором Крутится Одно И Тоже Сейчас Вряд Скорее Всего Я Поменялась И Там Тоже Все Поменялось Но Они Живут Отражение Раньше Они Отражали Мою Концентрированность Как Тезерок На одном месте Я Как Юла В Роси Понимаешь Вот Я Сейчас Другая И Скорее Всего У них Тоже Все По Другому Я За Ничего Не Знаю Уже Как Ребят Заскрите Кто Ни Экран Пришлите Потом В Директ Слушай Вот Давайте Вот Улыбнемся Это На самом деле Хотел сказать Видишь Этот Закрепленный Нелли Еще Такой веселый Я не видел И радостный Ни вживую Ни в эфире Ни на марафоне Сегодня по-другому Ты сегодня по-другому Выглядишь В глазах Сергей Я знаю С 2012 Года 2012 Года Пи 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 А Не надо Серега Все Мы тебя Раскололи Да Дружбан мой Дай пять Так Не надо Это он Сейчас Провоцирует Провоцирует Угу Так Что там Чувства Говорят Очень похоже На твое обучение Пишет Анжела Ну Не на мое Обучение Это похоже Я хочу Сказать Что Вы Сейчас Каждый В своем мире Бог Ваше Сознание Имеет Определенный Набор Знаний Шаблонов Извилин И так далее То есть Ту призму Абажур Через который Вы смотрите То есть Вы лампочка Да Она светит Цветом Во внешний мир Одет Абажур И сквозь него Вы видите Внешнее Так вот Вы наблюдаете Внешнее То что вы видите В себе Вот куда бы Вы сейчас Не посмотрели Курочку Рябу Сергея Меня Мультик Праги Котом Я не знаю Матрицу Терминатор Возьмите Том и Джерри Историю Так Я права Права Дальше То есть Что бы вы ни взяли Вы все равно Прочитаете И увидите Ровно то Что в данный момент У вас есть внутри Как вы смотрите На себя То есть Если вы видите Везде чувства Там про чувства Говорят Я про чувства Говорю В вашем мире Вы сейчас Внутри Рассматриваете Свои чувства И поэтому Они вам будут Мерещаться Куда бы вы Не посмотрели Но то же самое Если сконцентрировался На бедных То ты В метро Только их и видишь Ну как бы Которые сидят Да Беременная женщина Везде наблюдает Беремене А бедное Мышление Твое Вечно Всем помогающее Да Постоянно Обездоленных Видит Надо же Всем помочь И короче Бедные Несчастные Которым Надо помочь Вокруг Ну мы Творим Своим фокусом Внимание Понятно Что каждый Видит Вовне Только себя И поэтому Куда бы Вы сейчас Не посмотрели Все говорят Об одном Но это Вы с тобой Сейчас В этот момент Себя Таким Чувствуете Это же Ваши чувства Ага Слушай Мы с тобой Этих Про Зеланда Там Поселенникова А как ты Относишься К Полиенко Сергею Обожаю К Александру К Александру Поленко Именно потому Что я помню Когда я узнала От него Что я Интуитивно Этический Экстраверт Он меня Так хакнул Классно Что Ты была На его тренинге? Нет Я не была На его тренинге Я перечитала Все Что у него Было написано Но это Подожди А ты Видео Не смотришь Его? Не смотрела? Я только Читала Но Потом Я о нем Забыла Познакомилась Там С Сергеем Доватовым Потом Сварилась Сварилась И только Буквально Вот в этом Месяце Я увидела На ютубе Как в рекомендациях Что есть Что есть У него Видео Но я Так еще Ни одно Не посмотрела И пока Не хочу Смотреть Ну Пока Не Душа Пока Не смотри А что там? Не смотри Пока Ну зачем Не надо То же самое Не Ну у него Просто Он Дает Информацию Очень много Битов Информации В короткий Промежуток В определенное Количество Времени То есть Мы с тобой Можем сейчас Рассуждать Ты что-то Например Говоришь Как-то А он Настолько Емко Это дает И прям Реально Мозг Начинает Кипеть Минуты За три Уже И потом Ты когда Пересматриваешь Ну и реально Ты не Не слышал Того Что он Говорил Так ты Вылавливаешь Потому что В своем Сознании Только то Что он Готов Сейчас Ну У меня Емкость Не позволяет Просто Такой Объем Информации Я люблю Смотреть На ускоренных И одновременно С нескольких Экранов С телефона С компьютера А когда я еще Занималась 3D графикой У меня сразу Три компа Было На одном Компле Ой Три компа Три монитора И сейчас Одновременно Видео включаю Одно монтирую Другое смотрю Музыку Тут же слушаю Тут же сериал И короче Вот так Одновременно Я так Работала Вот Я люблю В меня много Инфы заходило И черпаю Уже Ну Во снах И в осознании А раньше Вот Училась Ее черпать Большим потоком Через внешнее Ну как бы Внешне Это был тренажер Такой Может Париенко И зайдет Вам посмотреть Да Зайди Глянь То что Тебя Срезонирует У него много Видосов Они прям Подписаны По темам И короткие Короткие Выдержки Из его лекций Вот Я думаю Срезонирует Тебя Вот А И Рамен Еще Рамен Не знаю Кто такой Рамен Рамен Это моя любимая Лапша Которую едят Корейцы Ну По-русскому Доширак Ты сейчас Как зеркало На меня смотрела Да Я люблю Мужчин С офигенными Прическами Я и замуж Там вышла Наверное За красавчика Потому что У него Прическа Вот Вот Я сейчас На тебя Сотрю Блин Классно Когда Голосы Не лысо Бритые А когда Есть прическа Челочка Это вынужденная Уже прическа Уже вынужденная Понимаешь Я люблю Красивых Мужчин Блин Моя слабость Не знаю Что это было Комплимент Или нет Но Это был Комплимент Спасибо А Все ладно Тогда Хорошо Из всех Перечисленных Знаю только Нелли Вот У тебя Поклонницы Есть Ну В принципе Они все Которые Здесь Твои Поклонницы Ну В смысле Мужчины Тоже есть Но Именно Из Дам Это Поклонницы Твои Слушай 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 Я сейчас Сделаю игру Которая выйдет Ну Уже Ее переводят На английский На немецкий На французский На нидерландский И на русский Ну Естественно Я игру Не могу доделать Из-за коронавируса Блин Ее надо будет Там Печатать Короче Много Всего Манипуляций Чтобы Открыто Было Все Вот И пока Ее нету У меня Книжка Пишется Уже Вторая Накидывается Раз Ну Как Информация На первую Книжку Накидала Сейчас На вторую Накидываю Полюбит Ее Как это Сказать Полирует Полирует Оттачивает А Переплет Не Копирайтинг Копирайтинг Да Все Понял У меня же Инноклассанский Язык Когда-то еще На русские Перевести Ну Что я пишу Вот А что еще У меня проекция Ну то есть Книжки Игра А игра Такая Очень масштабная Где Очень много Проводников Будет покупать Эту игру И вести Эту игру Вот Смотрел Игру 5D Играл Когда-нибудь 5D Играл В Черногории Там нет Я бы только Видел видосы Что там люди Играют В нее Ну я ее Создавала Но потом Мне предложили Как бы Пойти На обучение Своей собственной Игры За 10 тысяч Я в рай Я стала Извините Порвала И решила Создать игру Уже Чтобы не присутствовали Люди Из Черногории Во время Создавания Игры И я Ну вторую Создавить Только на Многом Духе И там будет Не одно поле А бесконечные Варианты Событий Этого поля То есть Прикиньте Там Четыреста Карточек Которые Раскладываются В поле Не просто 64 клеточки Рубашкой Вверх А потом Ты их открываешь И у тебя Поле То есть Это поле Можно собрать Бесконечным Вариантом Раскладов Для игры Это раз А во-вторых Еще рубашка Вверх Рубашка Вниз Это два Значения Каждой карты И Играть на этом поле Ну то есть Это будет вообще Просто Бомба Которой еще нет Ну ее не было Я создала такую игру И ее создаю Я пишу Дело в том Что там все про чувства Я ее начала создавать Еще с сентября И Про все чувства Которые мы сейчас говорим Рассматривать Единое тело На каждой карточке Чувство Рассмотрено И соединено В целое Две противоположные Дуальности Соединено В целое И можно Любому человеку Даже не к теме Хакнуть свой мозг Просто один раз Поиграв в игру И раскрыть Все свои там Чувства Уникальные Там какие-то Супер таланты Сверхспособности Вот через игру Круто Да Что еще я делаю Какие у меня еще проекты У меня проект такой Чтобы взять И хакнуть Как-то свой мозг Перестать бояться Водить машину И купить себе Порш А то я езжу Езжу с личным водителем На Порше А хочу сама Хочешь сама Да Это самая Топка в пол Слушай А может быть Давно и долго Я водила машину У меня два года Была машина Я не могу Пересилить себя Водить Вообще А в Москву Переехала Так вообще Не понимаю Я вообще не понимаю Сесть Я вообще Ничего не понимаю У меня мозг Научиться На машинке На машинке садишься Вот просто И я улетаю Куда-то Мыслями Что встречаюсь Стеной Здравствуй Стенка И начинаю Осознавать Где И долго Не могу Пройти в себя У меня Просто мозг Отключает И я боюсь Вот этих Переходов Ну то есть В другое Пространство Поэтому не знаю Как быть Своей мозг И быть Со дна Не за рулем Вот Не понимаю Пока Может Кто-то умный Не расскажет Ну как С этим жить Может У кого Тоже Такое Есть Кого Отключает Когда На скорости Ты Отключаешься Я даже Рядом С водителем Пыталась Я всегда Когда сижу Рядом С водителем Пытаюсь Концентрироваться И смотреть За дорогой Я отключаюсь Ну блин Вот буквально Полминуты Все У меня нет Ну минута Не знаю Я пыталась Следить за знаками За дорогой С виртуальной Станкой Да Но я сразу Включалась Я когда Выключилась Меня все время Дергал Мой Инструктор Типа Ты что спишь Ты что спишь Ты что спишь А я реально Сплю Это ты наверное В транс Входишь просто Наверное В какой-то Да Я не знаю Как Ну Что Буду С этим делать Пока что Но моя Мечта Сесть за руль И прям Топить Куда Легу Я не могу Я не ездила Одна Я всегда С кем-то Ездила У меня бывший парень Был рядом Который меня тормошил Но это Ненормально Тоже так 8 лет За рулем Да Вот уже Предыдущая Была То же самое Права Уже 15 лет Значит Ты не одинока Кто-то написал У меня Так же После трех родов До беременности Ездила с удовольствием И внимательно Короче Я наверное Себя показываю Мне не хватает Для внимания Или куда-то Не хватает Внимания Короче Внимание Нужно поработать Внимание Вот я сейчас В себя и капнула Буду Работать Внимание Мне говорят Машину не надо В поле Только гонять Но вот я До Недавнего времени Была убеждена Что я знаю Мне не надо Никуда Но Ольга Все время Меня переубеждает Так Иди Найди Нормально Инструктора Обучись Там Тра-та-та С чего Ты знаешь Что ты знаешь Ты ни хрена Не знаешь А вдруг Будет по-другому И я такая Блин А может И вправду Будет по-другому Но я знаю Что меня отрубает Ну вот я знаю Ну перестать знать Короче Это не по сумасшествии Сумасшествии Да Зная Что ты отключаешься И пойти на такой риск И угробить всех И сейчас люди Такие посмотрели И скажут Вот такие убийцы Женщины Зарвлял Вот Может быть Так Зачем Богу Самому водить машину Ну да Если есть Водитель Так Бог создает Эти машины Это тело Для того Чтобы Бог водит Сейчас нашим телом Это же Биологическая Созданная машина Офигенная Для чувств Ну да Он ее водит Очень классно А мы еще хотим Создать Игру в игре Игру в игре Игру в игре То есть Бог создал машину Которую Водит А эта машина Создала Мини машину Которую тоже Можно водить Ну да А прикинь Сейчас создают Машины То есть Ну компьютерные Системы Машины Роботы Да Они создают Роботы Ну Дальше Прикиньте Вот игра в игре В игра в игре Ну матрешка пошла Тогда классно А прикинь Если аналог игры Вот мы Мы как бы идем Как знаешь Вот в этих В стратегиях Этот самый Герой идет И у него Прогружается игра дальше То есть он там не видит Что там за ней Вот он идет И вот это вот пространство В его досягаемость Оно как бы прогружается Вот так вот Расширяется И он видит уже А там того Что не существует И мы так же Как в игре Ну да Ну вот Мы так же Я все вижу Сейчас с этими В сторис Выкладываю картинки О том что Эх Не отглядывайся быстро А то текстура стены И не успеет прогрузиться Да прикинь Оборачиваешься А там ничего нет Это что вообще Что Нет Ну просто Такого не может быть Наше сознание В любом случае Создает ее До того Как бы Вернемся Ну Предположить Естественно Это просто Зрение Тоже имеет Тоже имеет Вариант На существование Потому что Все варианты Сосуществуют Оно тоже имеет И если ты в нее поверишь И никакой шаблон Тебе не будет мешать В это верить Оно у тебя Подтвердится И ты будешь Знать Через подтверждение Что так оно и есть Каждый свой мир Подтверждает Фактами Продолжение следует